Здравствуйте, наша дорогая Грация! Мы с девочками приготовили сегодня для вас маленький комплекс упражнений для развития и растяжки нашей спины. Давайте сначала поздороваемся. Всем здравствуйте! Раз, два, три, четыре. Замечательно! К каждому упражнению надо подходить разогретыми. Девчонки у нас уже разогрелись. Сейчас мы перейдем непосредственно к самой растяжке. Давайте начнем с Виттории. Вита, Викуля, можешь пока присесть. Вита, пожалуйста, садись на коленочки и ложись на животик. На животик ложись, убирай ножки, ложись на животик. Все. Сейчас мы с вами будем делать упражнение под названием сфинкс. Сгибаем локти, ножки ставим вместе, затягиваем коленочки, натягиваем носочки, пока голову не запрокидываем и стараемся протянуть наш поясничный отдел. Заводим плечики назад и в таком положении мы с вами удерживаемся. Ну, с 20 подходов где-то с удержанием на 10 секунд. Так, можно расслабиться. После каждого упражнения нам надо расслаблять нашу спинку. Мы сводимся на коленочки и вытягиваем спинку, протягиваем, чтобы позвоночник наш отдыхал и мышцы на спинке тоже отдыхали. Возвращаемся. Возвращаемся. Делаем еще раз наш спинкс. Делаем спинкс. И из этого положения уже поднимаемся на дракончика. Детки у нас умеют это делать. Ручки как можно ближе должны стоять. Вика, твоя помощь нужна? Удерживай Викторию ножки, если у нее не получается. А вы, уважаемые родители, можете также своим деткам помогать. Ваши ручки должны быть как можно ближе к корпусу. Таз должен находиться на полу. И ваша задача с затылочком у деток достать до ягодиц. Расслабляемся. Смотрим за тем, чтобы плечики были у нас с вами всегда направлены, расправлены назад. Всегда напряжение со спины мы сбрасываем в расслабляющей позе. После каждого упражнения, пожалуйста, выходите в эту позу. Замечательно. Пока у Виты и спинка отдыхают, Виктория, я прошу тебя на полик. Сделай, Вика, пожалуйста, мне дракончика. Затягивай мне ножик правильным. Замечательно. Вот с этой позы мы с вами попробуем закрыть коробочку. Коробочка, как только у вас достала до лобика, плечики назад, разверни, Викуля, можно ножки укладывать на плечики. На плечики, дотягиваем. Если у ребенка у самого не получается, вы, родители или кто-то с партнером, если ребенок занимается, можете помочь в этом. В такой позе, пока ребенок не устанет, можно находиться. Это хорошо растягивает наш поясничный отдел. Отдыхаем, Викуля, как мы нашу спиночку сбрасываем. Правильно. Как только спинка отдохнула, возвращаемся в исходное положение коробочки. И ножка начинает работать по очереди. Правая, левая, плечики направь, назад. Левая, правая, левая, правая, левая. Опять задержали ножки на коробочке с нашим, в нашем случае уже на плечиках, развернули, дотянули. Посчитал ребенок до 10, возможно до 20, кто как хочет, у кого как получается. И расслабился, сбрасываем. Замечательно. Есть у нас очень хорошее упражнение для растягивания плечевого пояса. Можно перейти на спинку. Садимся. Садимся на попу. Да. Вот в этом положении, ладошками скользя по полу, ребенок опускается назад. В идеале плечики должны опуститься на пол. Вот это упражнение очень хорошо растягивает плечевой пояс. Если ребенку сложно, придержите его со спины и потом помогите подняться. Давай плечиками поработай, круговые вращения вперед и назад, чтобы плечики немножко отдохнули. Теперь мы с вами переходим к мостику из положения лежа. Вика, поставь, пожалуйста, ручки возле головы, на ладошки ножки сгибай и поднимайся на мостик. Пока ножки не выпрямляем, стоим на мостике. Стоим, пытаемся вырасти на красивый большой мост. Как только. Если ребенок не может это сделать сам. Викуля, вернись в исходное положение на пол. Вы, родители, можете ему в этом помочь. Мы поддерживаем за поясницу и поднимаемся и вытягиваемся. Ножки согни, ножки согни, ножки шире поставь, шире поставь и держи себя. Следите за тем, чтобы вес тела был распределен равномерно. Хорошо. Вика, можешь вернуться в исходное положение. Так можно задерживаться на какое-то количество секунд, на 10, на 20 и делать разные повторения. Коленочки, Вика, подтягиваем. Как мы расслабляемся с этого положения после мостика? Обнимаем коленочки и начинаем кататься. Прорабатываем наш позвоночник и снимаем, расслабляемся, снимаем напряжение. Хорошо. Вика, вернись, пожалуйста, на мостик и перенеси вес тела на руки. Когда вес тела на руки переносится, выпрямляются наши ножки. Вес, вся нагрузка выходит на плечевой пояс. Замечательно. Пытаемся головой достать ягодички. Хорошо. После каждого упражнения не забывайте отдыхать. Вика, отдыхаем мы. Как только... Обнимай ножки. Можно не кататься, можно просто полежать и отдохнуть. Как только спинка отдохнула, мы с вами переходим опять в положение мостика, в положение ножа. Но ставим ножки вместе, вместе по шестой позиции. Коленочки поближе, поближе ручками подойди. Коленочки сгибаем. И садится ребенок попой, как на стульчик. Такой красивый зигзаг делаем. Поднимаем теперь таз и садимся на зигзаг, на стульчик опять. Поднимаем и присаживаемся. Вы можете своей ручкой помогать ребенку это сделать. Количество повторений от 10 и выше. 15-20, сколько ваш ребенок сможет. Замечательно, Вика, возвращайся в исходное положение и снимай напряжение. Большое тебе спасибо. Сейчас ты пока свободна, Вита. Приди, пожалуйста, ко мне. И вставай на коленочки. Встаем на коленочки. И с ручками уходим назад на пяточки. Делаем такой прогиб. Следим за тем, чтобы вес, таз, весь таз уходил вперед. Голову можно запрокинуть, плечики развернуть и протянуться. Сюда еще ближе ко мне протягиваем нашу спинку. Замечательно. Как мы снимаем напряжение на коленочках? Хорошо. Смотрите, здесь мы можем с вами помочь нашим детям разработать плечевой пояс. Мы можем подавить на лопаточки, ручки оставить прямыми, локоточки оставить прямыми. Можно поднять ручку и потихонечку надавить на лопаточку. Смотрите, дальше можно растягивать плечевой пояс. Из этого же положения вперед ручками уходить. Ложись. Еще. Ложись. Да. Голову подними. Голову подними. Да. Задача ребенка максимально уйти под мышками в пол. Если в идеале это получится, замечательно. Здесь тоже можно ребенку помочь. Будут крики, может быть и слезы, может быть и больно. Хорошо. После этого мы возвращаемся с вами на коленочки и уходим на мостик именно с коленок. Если ребенок сам не может это сделать, можно ли это мостик, то можно помочь ему. Следим за тем, чтобы локоточки были прямыми. Каждый раз, ну если ребенок уже способен делать это сам, то можно. Также вес тела переносим сюда на коленки и помогаем ребенку. Если сложно встать, можно помочь. Теперь мы с вами переходим к упражнению тарелочка на коленочках. Ваш ребенок начинает наклоняться в сторону и пытается ручками прорисовать круг через пол. Можно количество повторений делать индивидуальными. Я предпочитаю это делать по 4 или по 8 в другую сторону века. Мы прокручиваем хорошо, аккуратно. И еще разок. И после этого упражнения мы снимаем напряжение. Садимся на коленочки, выпрямляем спиночку. Расслабляемся. Как только мы все это с вами повторили, все это с вами прошли, возвращаемся на животик и пытаемся сейчас сделать с вами лодочку. Но это дело на закачивание спинки. Ножки остаются вместе, пяточки вместе, коленочки натянуты. Если ребенок способен, то он сам это делает удержанием мышц. Поднимаем с вами руки и корпус. Должны оторваться ребра. Как только ребра оторвутся, значит замечательно. Вы уже достигли хороших результатов. И возвращаемся. Если ребенку сложно, вы можете помочь удерживать ножки. Если он может это делать сам, то просто смотрите за правильностью выполнения данного упражнения. Можно, Вика, и раз. Хорошо. Количество упражнений можно здесь увеличить до 20 и более. Давай, Вика, и два. Замечательно. И еще разок сделай. Вот мы с вами подошли к последнему повторению, значит, упражнения. И ребенок пытается задержаться в этом положении. Вы можете только помочь удержанием ног. И можно помочь под ребрышки подержать корпус. Если ребенок может это делать сам, как Вика, значит замечательно. И возвращаемся в исходное положение. Здесь можно просто отдохнуть, полежать, чтобы спинка расслабилась. То же самое мы с вами повторяем и с ногами. Ребенок остается на полу, на животе и пытается поднять ножки вперед, как можно выше. Вика, сама поднимай, поднимай. И раз. Вот здесь мы можем удержать это все в свечке. Вы можете помочь, поддержать, удержать, закрепить ножки. Если ребенку сложно, сильно не наседайте. Пусть он потихонечку, постепенно это делает. Там может перехватывать дыхание. Да, Виктория? Может сложно быть именно в этом процессе. И ребенок будет говорить, что нечем дышать. Это нормально. Это лодочка наша может кататься с ручки и ножки. Поднимаем поочередно. Здесь тоже можно сделать три подхода по десять раз. Замечательно. А остались в положении свечка. Ручки вперед, Вика, выпрямим, пожалуйста. Вот здесь вы можете сгибать ножки до головы. Сделать тем самым маленький такой бубличек. Но наша с вами задача этот бублик поставить на пол. И желательно пяточками. Еще раз. И раз. И удерживаем там. Хорошо. Вика, сядь на коленочки, расслабь свою спиночку. Сейчас расслабь, расслабь. И сейчас Вика у нас сделает бублик сама. Давай, Вика, ложись на животик. И выкатывай бублик. Раз. Хорошо. Для удобства, подожди. Для удобства ребенок может убирать ручки назад, чтобы сделать правильный красивый бублик. Также хорошо еще спинку прорабатывает наша кошечка. Можно встать. Хорошо. Ножки на ширине, плеч коленочки на ширину, плеч. Сильно широко не разводите. Голову поднять надо наверх. Вы сначала должны своему ребенку помочь. Можно встать и надавить в районе лопаток с переходом на поясницу. Немножко, потихонечку помочь. Визуально это должно смотреться так, что животик хочет достать до пола, а ягодички стремятся наверх. Хорошо. Смотрите, ваш ребенок может делать сам кошечку. Кошечка добрая кошечка прогибает спиночку, затылок стремится к ягодичкам. Кошечка злая. Ребенок начинает выгибать спинку, подбородок прижимая к груди и спинку калачиком таким поднимает наверх. Давай, Виталия, делай. Подходов таких можно сделать от 10 и больше с задержанием хотя бы на 4-8 секунд на каждой позе. Хорошо. Также кисочка наша может с вами уезжать под забор. Давай, Вита, покажи, как киска едет под забор. Начиная с пола, киска прокатывается под визуальным таким вымышленным забором и выходит в дракончика. И возвращается, начиная с таза. Хорошо. И здесь можно потом отдохнуть и посадить нашу киску на расслабление, чтобы спинка обязательно расслабилась. Большое спасибо, Вита, Вика, я тебя жду. Продолжаем мы с вами разминать нашу спинку. И сейчас у нас очень замечательное упражнение. Приготовить надо правую, допустим, ножку и противоположную левую ручку. Поднимайся, Вика, на дракончика. Ваша ручка должна взять вашу ножку обязательно сверху. Стараемся выпрямлять локоточек, держать. Как только мы, ребенок уже с легкостью выполняет это упражнение, можно попытаться вытащить ножку. Ручку вперед, убери, Вика, вот. Ножка, которая свободная, она стоит натянутая, удерживается на полу. Хорошо. Как только здесь ребенку стало уже достаточно легко работать, мы стараемся выпрямить нашу коленочку, той ножки, которая работает сверху. Обязательно повторяем это с другой ногой и рукой. Давай, Виктория, бери ножку. Еще нет, не одноименная, противоположная. Сначала локоточек выпрямляем, смотрит все наверх, ножки не разводим и пытаемся вытащить ножку. Давай. Раз. Хорошо. Свободная ножка натянутая, верхняя ножка коленочкой пытаемся выпрямиться. Давай я помогу тебе. Давай. Выпрямляем, натяни ножки. Вот. Протягиваем нашу спинку. Хорошо. Также встань, пожалуйста, на окошечку, Вика, и приготовь правую ножку прямую в исходное положение. Да. Здесь мы то же самое. Голову наверх поднимаем, сильно не запрокидываем голову и делаем махи. Каждой ножкой три подхода по десять раз. Да. Делает ребенок ваши махи. Спасибо, Виктория. Другой ножкой покажи. Тем самым закачиваем спинку. Не сгибай. Не сгибай. Прямая. Хорошо. Можно сделать в кольцо бросок. Да. Это ваша ножка, не ваша, а ножка вашего ребенка соединяется с головой. Давай, Виктория. И здесь уже коленочку можно сгибать, тем самым делать замах. Хорошо. Хорошо. Другую ножку покажу. Также очень хорошее упражнение для растягивания нашей спинки. Ребенок сидит на коленочках, попа прижата пяточком и пытаемся сделать мостик вот в таком положении. Если ручки уходят слишком далеко, можно этими ручками ползти сюда к ножкам. Тем самым выгибая спинку. Это упражнение очень сложное. Его, конечно, смогут сделать уже детки, которые имеют спинку растянутую и подготовленную. Если вам, вашему ребенку сложно, постепенно можно к этому упражнению идти. Потихоньку вы родители можете помогать, поддерживать обязательно все своей рукой, своего ребеночка. После того, как мы закончили на полу, мы переходим, Виктория, вставай к мостику на ножках. Вставай. Делаем мостик. Хорошо. Вот здесь это тоже уже для деток более подготовленных и тренированных ручками. Наша задача достать до ног. Обязательно подстрахуйте своего ребенка. Локти и коленочки должны быть затянутыми, Виктория, вытягиваемся. Держиваем вверх, удерживаемся в этом положении. И потом помогите ему подняться, если это сложно. Ну, в общем-то, и все, что мы вам сегодня хотели показать по растягиванию нашей спинки. Теперь мы с вами переходим уже к завершающему этапу. Это перевороты. Есть у нас передний замечательный и переворот с мостиком. Вика, покажи нам, пожалуйста, сама, как ты это делаешь. Потом я объясню. Шпагатно красиво натянута. Замечательно. Смотрите, ваш ребенок. Делаем передний переворот. Первый. Да подожди ты, я знаю, что ты все можешь. Подожди. Еще раз. Смотрите, ваш ребенок становится и делает красивый широкий шаг с натянутой ножкой. Подготовительная ножка не важна. С какой удобной ребенку, с такой мы и начинаем ножки. Делаем широкий шаг ручки, ставим вперед на пол и через натянутые подъемчики шпагат должен раскрыться сверху и шпагат мы должны прийти, затяни коленочку после переворота. По очереди ножки опускаются на пол. Еще раз. Вика, покажи, пожалуйста. Давай. И медленно. Раз, два, три и подъем. Теперь сама еще раз красиво в завершении. Давай. Раз, два и встаем. Хорошо. То же самое ребенок может делать обратный переворот. Это с мостика. Здесь уже немножко полегче. Давай. Встанемся на мостик. Вес тела переносим обязательно на руки. И поднимая ножку в свечку. С красивым натянутым коленом и носочком делаем перекидной. Раз. И по очереди встаем. Еще раз, Вика, пожалуйста, покажи. Нет, нет. Обратный. Обратный переворот. И раз. Давай. И вес тела на руки. Хорошо. Опорная нога здесь тоже не важна, с какой ребенок будет начинать. Спасибо. Лида, подойди, пожалуйста, сюда. Еще у нас есть перевороты на локтях. Присаживайся на коврик. Локти становятся на коврик. Голова упирается в пол. И делаем переворот. Виталия, покажи. Еще раз. Раз. И обратно. Два. Сама. Здесь вы точно так же можете своему ребенку помогать. Поддерживать его спинкой. Сделай, пожалуйста, мне теперь переворот задний с выходом на полу шпагат. Задний переворот с выходом на полу шпагат. Как ты делала это в танце? Сделай. И красиво выходим на полу шпагат. Спасибо большое. Девочки, можно вас обеих сейчас сюда пригласить. На сегодня наше маленькое с вами занятие по растягиванию и развитию спинки закончено. Давайте поблагодарим девочек. Скажем им большое спасибо за их помощь в этой демонстрации. Девочки, можно сказать, до свидания. И раз, два, три, четыре. Вы большие, наладок. Всем спасибо. Всего доброго. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok